Ты давай сюда, понимаешь? А мы, ааа, да понял? А ты отсюда, ну чуть подожди, а ты увидишь, что я, ааа, да-да-да, джжжж, восемь спектаклей, репертуар, джжжж, новые постановки, как ты это успеваешь все? О, Мишка подает, о, молодец! Медвежонок я, а худенький Паша, он ежик. Всем привет, меня зовут Ольга Чебыкина, и вы на канале «Не принято обсуждать». «Не принято обсуждать» — это интервью для тех, кто соскучился по искренности. Я знаю, что вы и так все помните, но все-таки обращаю ваше внимание, если вдруг еще не подписаны, подписывайтесь на наш канал, конечно, оставляйте комментарии, и не забудьте нажать колокольчик, он рядом с кнопкой «Подписаться» под окошком видео. Тогда вам будут приходить уведомления о свежих интервью. Мой сегодняшний герой — Михаил Пореченков. Как можно бросить училище за 10 дней до окончания? Очень легко. Есть много косяков и скелетов в шкафу. Вообще не надо заигрывать со зрителем. И если кто-то говорит, что не надо присутствовать на родах жены, что потом какие-то чувства нет, все наоборот сильнее, ярче и веселее. Командует вами? Ну скажите по-честному. Руководит. Огромное спасибо от сердца. Хочу сказать партнеру сегодняшнего выпуска — «Жилым кварталом Екатеринский парк». Именно в рамках рекламной кампании «Жилых кварталов» Михаил приезжал в Екатеринбург, и нам удалось с ним поговорить. И вообще, конечно, очень приятно, что такие большие компании, для которых любовь, семья, дом — это ключевые ценности, становятся партнерами нашего проекта, поддерживают, дают возможность эксклюзивных интервью с большими артистами. Я надеюсь, что этот выпуск станет началом целой серии наших совместных работ. Итак, Михаил Пореченков. Михаил, спасибо большое, что у вас находится время, желание и возможность, и добро пожаловать в Екатеринбург, конечно. Большое спасибо за приглашение. Я с радостью приезжаю в этот город. Я его люблю. У меня здесь очень много друзей. Сегодняшний наш весь день, и съемки, и встречи посвящена замечательной теме, самой хорошей, которая объединяет людей. Тема семьи, тема любви, детей, которые цементируют всю эту историю. Я хочу про семью вашу, конечно, поговорить. И начать, наверное, если позволите, с бабушки. Я читала о том, что первые пять лет вашей жизни это как раз был бабушкин внук, которая вас как-то воспитывала так хорошо, в том числе, что вы стали такой, какой есть. Про бабушку расскажите, пожалуйста. И я так поняла, что один из важнейших этапов, определивших, в том числе, дальнейшую жизнь, крещение, тоже было. Да. Это была идея бабушки. Бабушку звали Пелагея. Жили мы в Псковской губернии. Это родина моего папы. И каждый раз уезжал я туда на лето. Дружила я там с котом, козлом и петухом. Ну, такая вот задалась компания. Центром всей нашей жизни была бабушка, которая ухаживала за нами, кормила молоком, поила. Вот. Или привязывала меня к ножке стула. Вернее, стола, чтобы я никуда не убегал. Потому что я был озорной, а бабушке нужно было заниматься хозяйством, домом, там, свинками, коровками и всем остальным. Ну, вот если серьезно, строгая, то есть это не такая... Она не строгая, нет, она была прекрасна. Просто я был слишком подвижный. Поэтому ничего не осталось, как привязать меня к ножке стола. Вот. Я мог уехать с мужиками на сенокос надолго. Вернуться уже вечером, когда бабушка сходила с ума и говорила, где же ты, Межа, Межа, где ты? Она думала, все, волки унесли в темный лес, все что угодно. Вот. И я очень хорошо изъяснялся на чистейшем русском языке. Ввиду программы «Плюс ноль», да, я не могу это озвучить сейчас. То есть надо для зрителей напомнить, что это от нуля до пяти был возраст, и уже тогда на чистейшем русском. Я на чистейшем русском, и по сей день я это могу, но вот такая крепкая история обучения этого великого и могучего была получена, конечно, в деревне. Поэтому по приезде в город я был изгнан из трех детских садиков. Насколько я помню, именно за то, что я обучал своих друзей и товарищей по садику этим замечательным, прекрасным русским выражением. Я уже вижу дальнейшую судьбу этого интервью. Мы-то сделаем такое доброе, позитивное, да? А потом коллеги, они же все равно это в интернет попадет, и эти заголовки. Пореченкова выгнали из детского сада за грубый маск. Ну, да, меня забирали, мне просто мама в педагогии, вернее, воспитатель приходит и говорит, ну, Галина Георгиевна, ну, пожалуйста, ну, невозможно. Он так классно говорит, что мы даже заслушиваемся иногда, но не надо бы, чтобы он продолжал обучать детей. Потом как-то само собой все пропало, и я стал уже говорить на нормальном языке. Но в деревне вот я так выражался. Короткий вопрос про еду. Бабушкина еда – это отдельная какая-то вообще вещь для любого внука и любой внучки. Сейчас вам скажу. Пять лет. Я помню только одно. Когда мы все собирались, ну, детей там много было в деревне, и самое главное, и самое вкусное, что нам могли дать, бабушка говорила, московская водичка. Это была вода из колодцев, в которой насыпали сахар, размешивали. Но сию пропорцию знала только бабушка, поэтому они говорят, ну, кто пойдет пить московскую водичку. Это была самая большая награда для нас, детей, которые бегали в саду, в огороде, по улицам, босиком, в смысле, без штанов. Я очень люблю повторять слоган или девиз, можно сказать, нашего канала, не принято обсуждать, что это интервью для тех, кто соскучился по искренности. Так вот, это интервью, я не могу назвать его искренним, наверное, в полном смысле этого слова, и в этом нет ничего страшного, потому что герой интервью – это артист, большой артист. И, наверное, играть какую-то роль, быть в неком образе – это часть профессии. А когда ты в ней очень много лет, очень сложно от этого избавиться. Как мне кажется, на некоторые вопросы Михаил отвечал профессионально, что ли. Это были такие отчасти, может быть, приглаженные формулировки, может быть, отчасти отточенные. Но даже в процессе этих, можно сказать, подготовленных, и, быть может, даже где-то уже ранее озвученных ответов, все равно проскальзывают эти искры того самого, что внутри, что не всякому расскажешь. И поэтому я призываю вас, дорогие зрители, слушать это интервью очень внимательно, потому что внутри этих красивых рассказов очень много того, что действительно волнует нашего героя. Во всяком случае, мне так показалось, и мне так почувствовалось. Я надеюсь, что вы разделите это ощущение. Поэтому давайте искренне это интервью послушаем и попробуем выкристаллизовать эти откровения, которые, безусловно, в нем прозвучали. А теперь про родителей. Надеюсь, что эта тема не болезненная, почему все-таки там длительный период воспитывались у бабушки, потом была школа-интернат. Понятно, папа-моряк там все время отсутствует, у мамы тоже там нужно работать и тому подобное. Но вот часто люди, вырастая, то, что в их жизни взрослой происходит, они очень легко и быстро перекладывают на детство. Ну, потому что там вот где-то недолюбленность, где-то, может быть, без внимания осталось и еще что-то. Вот ваша история не самого простого детства, потому что все равно такая и кочевая жизнь немножко, и вдали от родителей. Расскажите про это, но все равно вам же не то, что удалось сохранить любовь, и вы так тепло отзываетесь о родителях. Сегодня даже вот мы уже сколько раз к этой теме обращались. У меня журнал был, по-моему, «Караван истории», или я не помню. Они пришли и говорят, а вы могли бы рассказать нам историю вашей любви? И я так сказал, что такое история ваша? И я говорю, конечно, могу. Я понимаю, что они с ехицей это спрашивают, потому что хотят услышать историю каких-то первых юношеских сексуальных отношений. Я говорю, я вам расскажу историю любви тех людей, которые меня любили. Я говорю, это мой дядя, которого уже нет, к сожалению. Это моя бабушка, это моя мама, мой папа. Это люди, которые моя тетя, дядя мой, которые отдавали мне любовь, которые любили меня, которые баловали меня, которые, я не знаю, они отдавали все свое сердце и душу этому маленькому мальчику Мише, который теперь может тратить эту любовь. Про этих людей можно рассказывать долго, а про все остальное неинтересно. Был дядя Вася, который заступался за меня, который разгонял пацанов, чтобы меня не трогали. Он все время наблюдал за мной. Это человек, который... Это папин мамин брат. Это папин брат, который безмерно любил свою семью, свою фамилию. Человек, которому можно было подражать и быть похожим на него. Невысокий ростом, сухонький такой мужичок с колоссальной физической силой. И вот все создают образ, да, человека сельского, пьющего, неработающего, да, вот как принято у многих ругать сельское. Он был абсолютно трезвый, всегда, насколько я помню, и всегда занят делом. С великолепным садом, с фантастическим домом. Это тетя Маня, его супруга, которая пекла эти лепешки, бабашки мы их называли, которые мы ели с медом и со сметаной. И какая-то вот... Это вкус детства, вкус и запах детства. И потом тишина, которую я никогда больше в жизни не слышал. Зимой, когда снег, когда ты лежишь и не понимаешь, есть ли звуки во вселенной или нет. Это вот... Это самая тихая тишина. Вот это воспоминание из детства. Это тоже любовь, это понятие родины, это понятие того места, где ты живешь, это понятие патриотизма. Потом уже стали... Его так замусулили, что... А вот мое состояние родины, это было это. Когда меня везли в церковь, Столбышинская церковь, Столбышинский скит. Вот дядя на мотоцикле как раз. Да, дядя и вез на мотоцикле. Запах бензина с маслом, честного двухтактника, да. Я это тоже помню, это тоже вкус родины, это тоже вкус, запах того места, где я прожил свое детство. И вот такие простые вещи, как вкус меда и этих бабашек, и запах бензина, это и есть моя родина. Это тишина, это и есть моя родина, это и есть моя семья, это и есть мой род, это и есть я. И я в продолжении, то есть мои дети. И я пытаюсь им это все показать. Теперь моя любовь отдается им. Теперь я им говорю, пойдемте на реку, давайте попробуем поймать окунька. И вот там сын, который держит в руках у меня фотографии, первый раз поймавший окуня, для него это было счастье, событие целое. Я говорю, это твой дом, теперь твоя родина. И теперь у него будут свои впечатления, свои воспоминания, без которых он уже, я думаю, не сможет жить. Я надеюсь, что хотя бы детям своим я передам частичку того тепла, которого получил в детстве. Я много общаюсь с людьми, там жанр интервью, он предполагается такое личное доверительное общение. И люди взрослые, состоятельные, состоявшиеся, даже часто говорят, ну вот в детстве там меня недолюбили, бабушки скидывали. А у вас ситуацию, которую формально можно было бы так обозначить, ведь она совсем по-другому от вас звучит, и насколько было больше любви, чем если бы вы жили в городской квартире условно с двумя родителями, да? Мы жили потом, мы жили в городской квартире, мы жили в коммуналке. Все это было тоже великолепное время. И мама, и папа, который тогда был приписан к латвийскому морскому пароходству, и все время он уезжал, приезжал. Мама, детские сады, детские лагеря в Ушково. В общем, огромное количество воспоминаний, связанных уже с родителями. Кажется, вот если читать биографию, ну как будто бы вот не могли бы не стать военным. В каком-то смысле вы им стали. Множество фильмов, где образ русского, российского и русского, немножко разные вещи, тем не менее, офицера, вот эта белая кость, вот эти правильные представления из литературы классические, о чести, достоинстве и так далее. Как можно бросить училище за 10 дней до окончания? Очень легко. То есть это вот та же история материться в садике и привязывать к столу, чтобы не убежать. Ну я же не стал уже уходить от линии моего глубокого внутреннего развития. Я перешел от выражений к действию. Поэтому командиры просто первые увидели во мне какую-то творческую составляющую и сказали, давай, Михаил, давай, иди, 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 куда-то туда, в театральный. В общем, куда-то иди, давай, и чем быстрее ты пойдешь, тем лучше это будет. Поэтому я всегда говорю спасибо моим командирам, которые первые во мне заметили какую-то актерскую искру. Они, конечно, это не осознали, но с большим упорством вывели меня из состава вооруженных сил. Как правильное училище называлось? Таллинское высшевоенно-политическое строительное училище. Всем выпускникам большой привет. Мы часто встречаемся, всех разбросало, все занимаются. Выпускники и вы, которые не закончили. И я, который не закончил, да. Но по большому счету я уже почувствовал тогда где-то на третьем курсе, что жизнь моя складывается не так, как я хочу, потому что актером я хотел быть с детства. Меня всегда влекла эта профессия, и я понимал, что нахожусь не на своем месте. И вот этот внутренний раздрай меня привел к тому, что в конце четвертого курса, я доучился все-таки до четвертого курса, сдал первые два госэкзамена по настоянию семьи, естественно. На семейном совете это все было решено. Но дальше я уже не смог. И включился другой, наверное, повзрослевший Михаил, который стал принимать свои собственные решения. Может быть, не самые простые, но который сказал, все, хватит. Теперь я буду делать так, как я хочу. И я просто написал заявление, которое подкрепил некоторыми действиями о нежелании учиться в военном училище. Вот, и ушел, да. Ушел, год отработал в багетной мастерской, делал рамы для картин. Такие. Работал руками. Если что, на пенсии не пропадете. Да, не хотелось бы на пенсии пропадать. Вот, и после этого я подумал, вот почему я не поступаю в театральный. Вот так долго и мучительно, почему я это не делаю. Но, по всей видимости, создателю нужно было придумать так, чтобы моя жизнь приобрела какой-то бэкграунд. Чтобы я повзрослел, возмужал и после этого поступил в театральный вуз. И все звезды сошлись так, что все звезды сошлись на нашем курсе. Это был серьезный, большой и, на мой взгляд, очень успешный курс Вениамина Михайловича Фельштинского, на котором учился Костя Хабенский, Миша Трухин, Андрюша Зибров, Илья Шукунов, Ксения Рапопорт. Ну, вот, да, такой курс был. Вы все друг друга ждали? Мы ждали, да, мы ждали. Костя учился в каком-то техникуме, кто-то занимался разными другими делами. И вот мы, звезды, сошлись так, что мы встретились все на одном курсе. И это же теперь дружба, потому что любят спрашивать про дружбу в шоу-бизнесе, и я тоже иногда это делаю, грешна, каюсь. Ну, потому что любая профессия публичная, я отчасти понимаю, про что говорю, даже там в журналистике, она как бы такая немножечко со сложной средой, очень высокая конкуренция, и каждый раз ты как будто бы занимаешь чье-то место, хотя, может быть, это не так, но люди иногда так думают и так далее. И друзей, наверное, из этой среды найти сложно настоящих, с кем вот прямо и в разведку, и поплакать, и выпить, и если придется, и поделиться. С Константином это прямо, это дружба. У нас дружба и с Михаилом, и с Константином, мы общаемся и с Андрюшкой Зибровым, и с Ксенией, и созваниваемся, ходим друг к другу на спектакли. Потрясающе. И являемся крестными, перекрестными, поэтому это фактически уже не просто дружеские, но и какие-то семейные отношения, поэтому, когда мы встречаемся, мы всегда радуемся, потому что, раньше мы встречались раньше, больше, потому что мы... Были менее известны и менее востребованы, наверное? Нет, просто мы много работали в театре, это было основное место нашей работы, и мы выпустили огромное количество спектаклей с Юрием Николаевичем Бутусовым, ну и не только с ним, но вот эта команда была таким отдельным творческим коллективом, можно сказать, был маленький театр, который выпустил замечательные, прекрасные пьесы, которые превратились в спектакли, играли, и здесь мы играли, в Екатеринбург привозили, но это, по-моему, уже с Амхатом привозили, и однако, это была постановка Юрия Николаевича Бутусова, и все-таки «Гамлет», где играл и Миша Трухина, и Костя Хабенский, и я. Надеюсь, что мы снова вместе соберемся, и явим свету, и еще какое-нибудь неплохое произведение. А вот с друзьями работать, это как-то по-особенному, это легче, сложнее? Ну, это так же, как вот в семье, там, говорят, вот двум артистам ужиться, или там двум творческим людям, вот что это такое с друзьями? Ну, мы разговариваем же на другом языке. Я, Костя, там, и Миша Трухина, если мы встречаемся, там мы говорим, конечно, на птичьем языке абсолютно, потому что люди так со стороны смотрят, говорят, что вы, честно, не договорились о чем? А сейчас с ними подошли, один сказал, ты давай сюда, а, понимаешь, а мы, а, да, понял, а ты отсюда, ну, чуть подожди, а ты увидишь, что я, а, да, 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 ага, вы же, а говорят, что они сейчас друг другу сказали? Ну, они понимаем, ну-ка, давайте, по-моему, репетируем, говорят, вообще, обалдеть, вот как они до этого договорились, почему они взаимодействуют, как один организм, говорят, мы не понимаем, они друг друга подзадоривают, они умудряются пошутить на сцене друг с другом, со зрителем, обратить внимание на партнеров, на эти, вот как они это делают? Я говорю, ну, мы так столько вместе прожили, уже больше 20 лет, да, 20, лишние 22 или 23 года. Да семья уже. Поэтому мы друг друга знаем, мы охотно друг с другом работаем, шутим, веселимся, озорничаем, поэтому нам, нам хорошо вместе. Театр больше вас вдохновляет, чем кино сейчас? Это разные профессии. Понимаю. Я все время говорил, театр — это большая, сложная семья, а кино — это маленький пляжный роман. Поэтому кому чего. Иногда хочется быстрого пляжного романа, а иногда хочется вернуться в семью и долго посидеть за столом, пить чай, говорить о вечном. Вот, поэтому это абсолютно разные профессии, которым нужно учиться отдельно. А телевидение — это третья профессия. Безусловно. А радио — это четвертая, и везде свои приемы, свои приспособления. Это разные профессии. То есть к багетной мастерской прибавляем еще четыре профессии, ранее озвученные, и во всех вы преуспели, конечно. Ну, не во всех, ко всем прикоснулся, скажем так. Хорошо. И вот про кино. Пользуясь вашей метафорой, про пляжный роман. Много ролей, безусловно, больше сотни, по-моему, киноработ. То есть прямо вы баловень в этом смысле судьбы. И при этом, что судьба кино к вам так благосклонна, начинает хотеться когда-то человеку снимать самому. Если я не ошибаюсь, у вас только один фильм, который вы делали как режиссер. Ну, художественный один, документальных много. Откуда вот это желание? Что в его основе лежит? Это те темы, которые лично вас настолько сильно трогают, волнуют? Это то, что вы знаете, как сделать, и никто другой не сделает? Когда снимали картину «День Дэ», это было очень давно. Я столько тумаков получил за это кино. От кого? Ну, много было критиков. Как раз попали в то время, когда русский кинематограф не любили. Да и сейчас как-то к нему скептически относятся. Ну, опять же, чтобы любить что-то или не любить, надо просто с позитивным зарядом, чтобы критиковать что-то, нужно с позитивным зарядом к этому относиться. То есть, чтобы о кино рассуждать, надо его любить. Я просто хотел сказать про картину, которая вошла на телевидении, потом в пятерку самых показываемых картин на телевидении. И до 27-го года ее купили на один канал, показали, по-моему, больше трехсот раз, я уже не помню. Ну, понятно, на телевидении для зрителей просто так не делают. Это рейтинги, значит, дают, значит, любят. Конечно, огромное количество раз показали, народу нравится. Но что я делал? Я передавал привет всем тем картинам, если внимательно присмотреться к этому фильму, которые я смотрел в детстве. Там и Арнольд Шварценеггер, там и Индиана Джонс, там и Брюс Ли, там и Рэмбо, там все есть. Я, конечно, передавал привет тому времени, когда я учился в школе, в школе-интернате. Это была Польская Народная Республика, это был город Варшава. Поэтому я учился там, и, конечно, первые фильмы я смотрел прямо в кинотеатре, «Извездные войны», и «Индиана Джонса», и «Джета Ли». Здесь ничего, конечно, этого не было, а я там смотрел с упоением, и для меня это был восторг и колоссальное впечатление. Поэтому я передавал привет тому прекрасному времени, когда я впитывал в себя кинематограф и понимал, что я буду жить там, по ту сторону экрана. Поэтому вот я вот привет передавал, и мне было приятно. Ну, кто не понял, жаль, но многие поняли. И подходят ко мне и говорят, вы знаете, спасибо большое за то, что вы рассказали, ну, просто вспомнили те фильмы, на которых мы все выросли. У вас сегодня футболка с поддубным. Это случайность, потому что чисто было, схватили и полетели, или это тоже послание нам? Нет, это никому не послание, это уже история. Это никому не послание. Довольны вы этой работой? У работы непростая судьба, у самого фильма я не имею в виду. Да, это прекрасный режиссер Глеб Орлов, с которым мы сейчас продолжаем сотрудничать, но мы снимаем сейчас рекламу «Актимэль». Мы снимаем с Глебом. И у нас вы тоже снимали. Да, да. У дома Севастьяна, конечно. Мы будем продолжать ее снимать, потому что она нравится народу, потому что мы любим на ней работать, потому что собирается замечательная компания, я уже говорил, Глеб Орлов и оператор Паша Копенос. У нас мой друг и блестящий, блестящий оператор и очень зажигательный человек. Это дико веселые съемки, судя по тому, что у вас получается. Веселый, веселый. Нас называют, когда мы встречаемся, она говорит, ну вот, медвежонок пришел в гости к ежику. Но медвежонок это вы? Это медвежонок я, а худенький Паша, он ежик. Но иногда ежик не доживает до конца вечера, они говорят, потому что у медвежонка вес побольше. Да, ежик маленький и спать пошел. Ежик маленький пошел спать. Нет, это очень веселая компания, потому что мы встречаемся, как раз это мега короткий пляжный роман. Мы встречаемся на 4 дня, работаем сутками, потому что нужно снять огромное количество материала. Все это задорно, весело перемещаемся по городу. Иногда вот здесь из Екатеринбурга мы как раз летали на перевал Дятлова, 8 часов в вертолете. Забавно, весело, шумно, пахнет керосином. В общем, все прелести кочевой жизни. А вот недавно мы ездили на Байкал. Я бы никогда туда сам не поехал. Просто бы не хватило времени, свободного и сил. А тут на тебе, какая удача. И мы все полетели с радостью. По глади озера, где мы не селись. Перекрыли Иркутск. И получили за это огромное количество тумаков. Ну, людей можно понять. Наверное, мы для них все и делаем. Поэтому мы их понимаем. Ваш друг, артист Константин Хабенский, к которому я, как к вам, с большим очень уважением отношусь, он сказал такую важную вещь про... Люди же любят рассуждать. У нас вообще страна советов. В прямом смысле этого слова. Все умеют играть в футбол, все умеют снимать кино, естественно. Это все очень просто. И вот они часто, люди, говорят о том, что реклама, вот кино, вот есть настоящий искусство. И Константин как-то сказал о том, что, может быть, мы играем в фильмах, которые на массового зрителя рассчитаны, чтобы, может быть, примелькаться лицом и потом привести зрителя в театр, когда они пойдут на то же самое лицо, и мы скажем им какие-то сильно важные вещи. Константин – человек серьезный, глубокомысленный. И он, да, да, конечно, он, наверное... А вот есть ли какой-то такой посыл? Один общий или что-то такое, что конкретно вы, конкретно своей плодотворной, продуктивной работой на протяжении многих лет, ради чего вы пришли в профессию, чтобы сказать что? Вот возвращаясь к началу разговора. Это никто не знает, когда приходит в профессию, наверное, движет человеку какие-то другие мысли тщеславные или... И вы прямо честно можете в этом признаться? Вы просто хотели стать длинным? Хотел быть... Я слишком, наверное, рано понял, какая магия есть от того, что люди тебя слушают, люди тебя любят, люди тебе аплодируют и говорят, как здорово! Я видел, как у них горят глаза, да, когда я маленький мальчик встал на табуретку, читал стихи, и все говорили, что Мишка подает, молодец! И это меня подкупало, и это мне очень нравилось. И вот эта магия, она меня, конечно, тащила вперед в эту профессию. Да, мне это... Вот такой обмен энергиями мне очень нравился. Мне нравилось находиться в центре внимания, чтобы люди говорили, а я так не могу. Поэтому, да, конечно, я шел за этим. Потом стали формироваться совсем другие взгляды. Потом мастер говорил, нет, ребят, подождите, но вы же какую-то миссию свою должны выполнить, вы что-то несете людям, вы что-то должны сказать им о чем? О любви, о ненависти, о дружбе, о чем? Об этом мире, как вы с этим миром живете. Потому что ваша жизнь, она же разбирается здесь, прямо в зале, на сцене, на кусочке. И люди находят в том, что вы делаете себя. Мы все время говорим о себе, да, как эгоцентричные люди. Мы говорим только о себе. Но в этом и есть самый главный парадокс, что мы говорим и о других. Вообще не надо заигрывать со зрителем. Я прихожу к такому убеждению, чем занимаются многие кинематографисты. Как бы вот повеселее или как бы так поинтереснее сделать, чтобы зритель побежал и посмотрел, зааплодировал. И прямо, о, как здорово, это мне нравится. Не надо нравиться зрителю. Типа пытаться попасть в тренд. Не надо в тренды попадать. Нужно говорить о том, что тебя волнует сейчас, в данный момент, что у тебя болит в душе, о чем ты думаешь, о чем ты переживаешь. А зритель найдется. Он поймет, он поймет, что это, все говорят, художник – это оголенная душа, да, там, нерв. Да, вот если было так, по-настоящему, со всеми художниками, то это было бы здорово. Ну, я думаю, что все впереди. Время пройдет этого удовлетворения зрительских потребностей, и художники начнут создавать действительно грандиозные полотна, как когда-то они делали раньше, такие, как Шукшин, Высоцкий, Бондарчук. Ну, они же не пытались услужить зрителю, да, они же создавали картины о том, что у них болит внутри. Поэтому я думаю, что мы придем, да, мы и приходим к этому, и, слава богу, и кино, и театр у нас будут живы. И вот задача наша – всего просто рассказать о себе, чтобы зритель подключился к этому и понял, что он точно так же за это болеет. Что болит-то у вас? У нас что болит? У вас конкретно, у Михаила Парича? У нас все болит, у нас до чего-нибудь дотронуться, все болит. Наверное, у нас палец сломан, как говорят. Не знаю, все болит. В любой момент я… Ну, ты же переживаешь, да, смотря за какую работу ты берешься, и не можешь не рассказывать о ней честно. Поэтому тебе приходится влезать в шкуру этих героев и понимать те истины, о которых они говорят, а потом уже транслировать зрителю. Поэтому как у героя, так и у тебя. За страну, за любовь, за родину, за мир, за жизнь, за детские слезы, за все. Поэтому художник, он должен переживать за все. Как быть хорошим отцом в такой профессии? То есть моряк дальнего плавания, как и ваш папа, это, наверное, попроще будет. Уехал, приехал, но он, в принципе, совершает геройский подвиг перманентно, защищает нашу страну, выполняет и так далее. И вот он дома. А тут папа там, папа здесь, самолетах. Да, 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 я понимаю. Как присутствовать в жизни детей не только на экране, короче? Очень просто. Рассказывайте. Их надо любить, их надо баловать, их надо тискать. Ну, пока они не выросли уже до того, что они начнут тебя тискать. Так, что вас перерастет. Да, поэтому это самое главное. А потом нужно говорить, с ними разговаривать как со взрослыми людьми и пытаться сказать, делай, как я делаю. Не делай, как я сказал, а все-таки наравне с ними и показывать своим примером, примером семейных отношений, каких-то ценностей, которые не меняются. И у них будет развиваться такой же вкус. Ну, конечно, он потом ракушками, как корабль, обрастет, но ракушки надо будет чистить. И основное все-таки сам корабль должен остаться невредим. А как, например, со старшими, когда, понятно, что младшие, вы живете семьей, они у вас под крылом, под присмотром и так далее. Со старшими нет все равно, в силу понятных причин, такой плотности контакта, и они уже, конечно, выросли. Удавалось ли там? И ведь... Ну, так же, да, старший работает в театре сейчас месяцом. Он теперь понимает, что такое актерская профессия, с чем она связана, с какими трудностями и внутренними проблемами. Поэтому он смотрит и говорит... Вдруг в последнее время он стал называть его Михаил Евгеньевич. Я говорю, что это ты вдруг сына? Ну, так просто как-то вот так. Это такой период, меня вот так сейчас называть. Поэтому... Ну, тут он больше как коллега, как наставник, наверное, да? Ну, он так уже так... Он все смотрел, да, на четвертом курсе там, второй курс, а нормально, что мы сейчас тоже выпустимся и пошли. И оба мы звезды, а потом раз в театр. Восемь спектаклей, репертуар, джжжж, новые постановки. А он говорит, как ты это успеваешь? Я говорю, а, сынок, подожди, еще появится кино, а потом появится телевидение, а семья будет расти. Он говорит, я не понимаю, Михаил Евгеньевич, расскажите. Ну, я шучу, да, но, конечно, я прихожу все время после всех спектаклей, после их работ каких-то, были они удачные или менее удачные, там, я все время с ними разговариваю, потому что там несколько ребят поступили с его курса в Амхат, и пытаюсь как-то разобрать их работы, чтобы они тоже двигались. Но они проявляют силу воли, они проявляют характер и желание работать и гореть в этой профессии, чему я несказанно рад. Это очень здорово, что вы это сказали, потому что я не раз уже слышала про то, что, да, вот в наше время, вот были, а сейчас поколение не то. Нет, 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 все нормально с молодежью. Прекрасная молодежь, замечательная, пытливая, интересующаяся, может быть, излишне рисковатая, ну, а то они и молодые, поэтому нет, они молодцы, ничего там, наше время, то время. Хорошие ребята, хорошие. А как с младшим? Когда такой разбег в возрасте между детьми? Вы постоянно молодой папа, во-первых, это прикольно, наверное. Ну да, теперь старший не дал скучать, я уже и молодой дедушка. И молодой дедушка, и молодой папа одновременно. Я молодой дедушка, поэтому, ну, младший, что младший? Петр, это центр нападения, это все самое, это самое, наконец-то мы добрались до середины арбуза, да, до самой сладкой ее части. Вот Петр, это и есть та самая сладкая часть, поэтому, конечно, я его, я столько детей на руках не носил, сколько младшего, я к нему испытываю какие-то, прямо, очень трепетные чувства. Вот, но, тем не менее, он растет настоящим пацаном, что мне нравится, спортсменом, человеком с характером. Мне вообще нравится все, что он делает. Это удивительная вещь, если там на старшего или среднего говорят, что ты делаешь не так, ну ты, или там на дочь Марию, обезьяну, что ты, хотя она, конечно, любовь моя, и абсолютно я ее обожаю, живую, быструю, хитрую, и все, все в ней мне нравится. Но Петр поглотил меня целиком. Если от этих я могу как-то со стороны смотреть, то Петра нет, он меня съел полностью. Поэтому я растворился в этом человечище, и мне это радостно. Я понимаю, что это абсолютно иррациональные вещи, невозможно это объяснить, но, наверное, это про то, что вот чем в более зрелом возрасте ты становишься родителем, тем какой-то ты по-другому каждый раз, каждый новый ребенок, или что-то такое новое. И когда он пятый, вот тут-то ты понял, что такое настоящее. Ну да, конечно, что-то зацепило серьезно. Ну, шестой, нет, там, как у вас? Да, как бог даст, это тут такое дело. Мы, нам, че, как бог даст. Мне кажется, обязательно... Я думаю, супруги спрашивать надо. Я думаю, она в этом процессе немаловажный человек. Надо обязательно сказать про Ольгу. Да. Все равно вокруг чего-то, что-то должно быть такое, константа какая-то в семье, когда папа все равно кочевой и столько всего... А папа кочевой, это хорошо. А папа у вас какой кочевой? Конечно, во-первых, скучаешь. Каждый раз приезд, как праздник и так далее. Давайте Ольгу похвалим. Похвалим Ольгу Валерьевну, обязательно нужно похвалить человека сурового. Командует вами, ну скажите по-честному. Руководит. Руководит? Командовать как нами? Нет, руководить. Это как в рекламе было. А если я сказала к маме, значит к маме. Ольга Валерьевна, она хранительница домашнего очага. Она человек, который неусыпно занимается детьми. Что у меня, конечно, терпение, сила воли и характера у нее столько, что я уже иногда сдаюсь. Я не могу выступать в перепалке, потому что сложный возраст у детей. Я не могу так настаивать на своем, так долго и упорно. Заниматься физикой, химией, математикой, историей, литературой. А вместе с тем драйдом, а вместе с тем готовить, а вместе с тем улыбаться мужу. Все это говорит о том, что она незаурядный человек. И мне повезло, что я с ней встретился. Вы же и рожали вместе с ней. Я, да, я и рожал вместе с ней. И все роды вместе. И все вместе. Да, и если кто-то говорит, что не надо присутствовать на родах жены, что потом какие-то чувства нет. Все наоборот сильнее, ярче и веселее. Да, это эгоистично с нашей зрительской стороны. Но вот вы открываетесь. Вот сейчас, когда вы рассказываете, и понятно про то, что трогает и интересно, и это же очень важно. Вы ведь говорите такие важные вещи. Вы, пожалуйста, делитесь. Мы делимся и в кино, и в театре. Мы все время этим и делимся. Мы все время об этом говорим. У нас замечательный спектакль из Крайцерова соната. Как раз о таких отношениях внутри семьи, о детях, о мамах, о понимании, непонимании, любви, страсти, обо всем. Вот об этом мы рассказываем в театре. Мы не можем так собирать круг людей и говорить, ну, дорогие, а сейчас я вам расскажу. О любви, научить. О любви, да. С точки зрения марксизма или научного коммунизма. Нет. Поэтому надо приходить в театр, надо смотреть кино, надо общаться, надо дружить, надо любить, надо рожать детей, любить Родину, уважать родителей. Все это нужно делать. Я вот знаю, что вы ответите на мой последний вопрос, но я хочу, чтобы вы мне это ответили. Вы счастливый человек? Абсолютно. Я даже, видите, быстро отвечаю, не задумываюсь. Нам может создаться впечатление, что я абсолютно положительный, но это не так. Это я так зрителям говорю. Есть много косяков и скелетов в шкафу. Ну, про мак в садике мы помним. Но об этом другая программа. Михаил, спасибо вам большое. И привет от моего папы. У меня замечательная профессия. Я могу пользоваться беззастенчиво служебным положением. Вот эта сцена, во-первых, где вы в маках сидите, но это невозможно. У меня папа и в Афгане был, и, как я уже сказала, он военный вертолючек, он очень любит вас. Я ему сказала, я сегодня буду целый день снимать Михаила Пареченкова. Он сказал, дочь, я тобой горжусь, потому что для него это очень знаково, что мы с вами сидим на подоконнике. Привет, как папу зовут? Юрий Николаевич. Юрий Николаевич, большой привет, удачи, счастья, любви, здоровья. Большое спасибо. Я была участия в том, что в Белых Великобритании мы все пригласили. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok